Итак, небольшой узор дозиметра. Они, в общем-то, одинаковые. Отличаются тем, что один на заряжаемом литиевом аккумуляторе, второй на батарейках. Разбудим. Вот он считает. Видно плоховато, видно лучше на самом деле, но камера что-то плохо снимает. О, вроде навелось. Вот там внутри батарейное питание. Вот он датчик SB-M10 торчит. Трансформатор, батарейки, контроллер. Максимально простая схема, ничего лишнего. Так, уберем пока в сторонку. Пусть считает. И второй такой же. Отличается тем, что он на литиевом аккумуляторе. Открываем. Примерно та же картина. Трансформатор, аккумулятор. Вот. Разбудим. С дежурного режима выведем. Корпус не закрыт, кнопка не нажимается. Вот он тоже работает, считает. Ну, думаю, видно, понятно. Так, по функционалу у нас тут. Как бы сфокусироваться. Наверное, лучше достать. Все-таки камера хуже берет, когда за стеклом. Вот чистый дисплей будет видно, по идее, лучше. Да, без лампы даже лучше. Итак, управляются всего двумя кнопками. Левой, правой. Первая его включает, будет и так далее. Когда он разбужен, на экране что-то есть, она переключает вот эту строчку режима. Сейчас у нас идет отображение максимальной дозы за последние сутки. Максимального фона, извиняюсь. Переключаем. Разбудили. Переключаем. За два дня мы уже набрали чуть-чуть. И сегодня набрали вот столько. Это индикатор батарейки. Это просто часики. Здесь отображается импульс из датчика. Когда датчик у нас стоит SBM10, как сейчас, каждая вот эта вот полоска, каждый импульс, соответствует двум секундам. Если стоит SBM21, это будет три секунды. В случае, если мы поставим SBM20, будет соответствовать одной секунде. Просто связано со временем счета. Чтобы было более информативно. Уснул. Кстати, вот время сна. Вторая кнопка заходит в меню. Вот здесь мы выставляем уровень тревоги. То есть, когда он проснется и запищит, если мы превысили порог фона. Дальше. Выставляем время горения подсветки. Можно сделать, чтобы всегда горело. Можно вообще отключить. Дисплей позволяет у него вполне хороший контраст. Ну, пусть будет 10 секунд. Это то, через сколько он уйдет в сон. Аналогично. То есть, можно вообще не уходить, работать постоянно. Батарейка быстрее сядет. Это, собственно, писк на звук датчика. Вот то, что он сейчас попискивает. На приходящие импульсы. Можем включить, можем выключить. Обнулить дозу понятно, выключить понятно. Пойдем в настройки. То есть, вот правой мы листаем сверху вниз. А левой подтверждаем. Здесь можно выставить время. У нас все нормально, не надо ничего ставить. Это инверсия экрана. Он позволяет на литу менять свой режим. Так или так. Ну, как кому больше нравится. Мне нравится без инверсии. Это контрастность. Выставляем от минимума к максимуму. Сейчас максимум. Это текущее напряжение нашего литиевого аккумулятора. Подстройка опорного источника напряжения у меги внутри. Можно подстраивать, можно не подстраивать. У меня партия хорошая, подстраивать не пришлось. Это настройка накачки. Длины положительного импульса. Но с накачкой у меня хорошо. Вот, кстати, уровень накачки отображается. Схема собрана правильно, чисто. Ему в среднем нужен один импульс. Но иногда докачивает больше. Очень экономично, оптимально работает. Так и должен. Ну и традиционно серьезного источника у меня нет. Это просто калийное удобрение. Сульфат калия. В нем есть калий 40. Немножко фонит бэкер. Ну и зайдем в меню. 40 мл. в час порог. Ну, хорошо у нас устраивает. Пролистали меню, вышли обратно. Пойдем на здесь так можно выразиться источник. По графику сразу видим, что импульсов пошло больше с датчика. Зря я 10 секунд на подсветку выставил. Ну, вот видно. Кстати, без подсветки. Вот так видно замечательно. Просто показать. Если он сейчас даже уснет и превысит свой порог, который у него стоит. Вот он уснул. Он все равно проснется и начнет показывать тревогу. Минусы этого датчика в основном в том, что у него очень долгое время счета. На фон ему... На... Поступающий на него фон, на частицы, он формирует значительно меньше импульсов, чем СБМ-20. Но он маленький. Это плата за габаритом. Например, сейчас он считает 220 секунд целых. Довольно много. Но в качестве порогового дежурного дозиметра самое то. Маленький, не напрягающий. Очень долго работает. Так, ну вот датчик у нас лежит на источнике. По себе лежит. Собственно, вот. 40 он уже насчитал. Источник побольше. Он сейчас еще больше насчитает. Тревога получилась вполне громкая для такого маленького устройства и для пьезика. Любой клавиши отменяем. После отмены, через 5 минут, он, если условия для тревоги сохранятся, снова будет сигнализировать. Он считает дальше. В целом, в общем-то, все понятно.